Эти кадры сняты в конце лета за 3000 километров от Москвы в городе Джизак. Герои сюжета узбекистанского национального телеканала – врачи из Химок. Они отправились помогать коллегам из дружественного государства лечить коронавирусных больных. Лейкоциты 7,7, отлично. Гемоглобин немножко понижен, а каждый целый. Все, лейкоциты не растут, все хорошо. В кадре Валентина Виноградова. Рядом с ней супруг Дмитрий – врачи Химкинской областной больницы. В Узбекистане они провели целый месяц по возвращении домой. Мы встретились с ними, чтобы узнать, с какими трудностями сталкиваются узбекские врачи. И последние новости в области лечения коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Спасибо, что нашли немного времени пообщаться. Спасибо, мы как раз вышли на перерыв сейчас. Из огня да в полыме, пожалуй, так можно описать возвращение семьи Виноградовых в Химки. Прямо к началу очередного всплеска заболеваний. Валентина – врач-эндокринолог, Дмитрий – детский хирург. Но сейчас их силы направлены на борьбу с инфекцией. Хирургический комплекс Химкинской областной больницы вновь перепрофилировали в инфекционное отделение. Вернулись давно? Вернулись, получается, 16 сентября. После этого, естественно, на самоизоляцию, так как мы вернулись из участка с коронавирусом, тем более за границей. Чита Виноградовых прибыла в Узбекистан в составе делегации, куда вошли 38 российских врачей из нескольких регионов страны. Их задача была поделиться опытом лечения коронавирусной инфекции. Медконсультантов распределили в разные города республики Виноградовых, в Джизакский политехнический университет, переоборудованный для лечения больных. У них только пошла вот эта волна коронавирусной инфекции. Если она у нас началась гораздо раньше, да, у нас, например, хирургический корпус начал работать свой 21 апреля, то у них все вот эти мероприятия по открытию ковидных госпиталей начались только в июне. Если пациенту действительно необходима инфузионная терапия, ну, ее приходилось корректировать. То есть восполнить больше объем жидкости, который человек терял в средстве течения болезни. И все же отличительная особенность в Узбекистане есть. Из-за распространенного среди населения сахарного диабета коронавирусная инфекция у людей зачастую протекает с осложнениями. В Узбекистане, безусловно, доброжелательный народ. И также она известна в своей кухне, за счет чего я, как эндокринолог, могу сказать, что, конечно, с сахарным диабетом у них болеет достаточно большое количество населения. И поэтому, возможно, с этой точки зрения у них чуть больше тяжелых пациентов. А вот в России, в частности, в химках, тяжелых пациентов, к счастью, стало заметно меньше. По сравнению с весенним этапом пандемии, говорят врачи, благодаря более ранней диагностике и за счет своевременного лечения. В апреле, безусловно, было страшно, потому что мы, честно, не ожидали, что вирус действительно так тяжело протекает. То есть ты смотришь одно дело по телевизору, и другое дело, когда ты сталкиваешься непосредственно с пациентами с этой болезнью, с этой коронавирусной инфекцией. Сейчас, мне кажется, мы более-менее научились купировать какие-то тяжелые состояния. Безусловно, ввели гормональную поддержку в рекомендациях. То есть стало проще. Сегодня Виноградово с утра и до вечера в инфекционном отделении. Ежедневный обход пациентов, обследование на предмет давления и уровень кислорода в крови, корректировка лечения в зависимости от сопутствующих заболеваний и течения болезни. Все это для них стало рутиной. И хотя методика лечения пациентов сформирована, универсального лекарства пока не существует. Каждый случай требует отдельного подхода. Вся надежда на массовую иммунизацию населения за счет вакцинации. Я не буду делать прививку, потому что я уже переболела коронавирусной инфекцией, и у меня уже выработались антитела к этому вирусу. Да, непосредственно обязательно я буду делать вакцинацию против коронавирусной инфекции, как только будет доступна вакцинация для жителей нашей страны. А до этой поры врачи рекомендуют продолжать максимально тщательно соблюдать меры профилактики, носить маски, соблюдать дистанцию, стараться избегать массового скопления людей и пользоваться антисептиками. На сегодняшний день с начала пандемии в Химках зарегистрировано около 2200 заболевших. И это число пока растет. Субтитры создавал DimaTorzok